Ежегодно в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто учит нас премудростям жизни, имея за плечами не только багаж знаний, но и огромный опыт. На минувшей неделе все те, кому за, отметили День пожилого человека. История его празднования началась в кандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов во всем мире. В канун этой даты торжество прошло и в территориальном центре Управления социального труда и защиты населения. Сегодня мы празднуем День пожилого человека. Мы себя пожилыми не считаем, мы молодые. Душа молодая, значит и мы молодые. Стараемся следить за собой. Это общение очень много для жизни значит, потому что у нас такой возраст уже, уже скоро восьмой десяток наступит. Так что, вы знаете, уже сложно так быть одному. Вот дома один сидишь, вяжешь, что-то делаешь, что-то шьешь там или перешиваешь. А когда собираемся, сразу как-то и душа молодеет и становится интересно просто жить. Как всегда улыбчивые, нарядные и с хорошим настроением. Клуб золотого возраста объединил тех, кто после выхода на пенсию остался молод душой, кто по-прежнему полон желания активно, с пользой проводить время, жаждет общения, а главное, оптимистично относится к своему возрасту. В этом году отметить День пожилого человека в терцентре решили в кругу друзей. За одним праздничным столом, с песнями своей молодости и вкусными угощениями. Таней милый баренечки хочет, на воры милая, на воры милая, на воры милая, на воры милая, на воры милая. Насколько интересно организовывают, насколько продумано, насколько естественно, бескорыстно, и все в тон, и все в точку. Возраст, он пускай уходит, и пенсия тоже уходит. Я хочу жить и люблю жизнь. По словам Клавдии Степановны, старушкой себя она вовсе не чувствует. А все из-за того, что даже после выхода на заслуженный отдых, женщина продолжает работать. Секрет это один. Я безумно люблю свою работу. И, наверное, потому что очень ее люблю, я только в 40 лет стала мамой. Да, первый раз в 40 лет стала мамой. Ну, опять-таки, это тоже к лучшему. Не чувствую возраста. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут с река. Но ты мне, улица родная, и мне кого-то, дорога. Как известно, рецептов долголетия не существует. Но вести в зрелом возрасте полноценную жизнь и не стареть душой под силу каждому. И эти голосистые бабушки – прямое тому доказательство. Из 30 участниц, которые посещают клуб Комуза, самой младшей женщины 62 года, самой старшей – 78 лет. Их день расписан по минутам. Хватает заботы по огороду, успевают и за внуками, и правнуками посмотреть. Да и подобные встречи они никогда не пропускают. Мне уже 78 лет. Но я продолжаю ходить и на зарядку, на хор, на танцы. Мы ходим. Так что, и это поддерживаю я, кто моё здоровье поддерживает, настроение. Общаюсь с людьми. А думаешь, что, надев там фуфайку, голосит, а и пишу. А тут стараюсь и причесаться, и одеться. И всё равно хочется выглядеть лучше. И кто застричает, скажут, так хорошо, как начать молодая. А мне всего 58. Частым и почётным гостем на праздничных собраниях клуба «Золотого возраста» есть Людмила Полтавченко, председатель гурайонной организации «Общество Красного Креста Украины». Людмила Сергеевна никогда не отказывает в помощи подопечным территориального центра, всячески заботясь об одиноких пенсионерах и людях преклонного возраста. Я тоже вроде как отношусь к этому пожилому возрасту, как говорится. Но всё равно золотому, да. Ну и я настолько, вот у меня эмоции, знаете, вот глядя на них, они молодцы, невъедаемы. Всего им самого доброго. К этой дружеской встрече бабушки готовились основательно. По доброй, давно сложившейся традиции на подобных праздниках принято удивлять и угощать друг друга своими кулинарными шедеврами. Я сегодня на праздник пришла и хочу порадовать своих подружек, девочек. Нам очень нравится вместе общаться, мы поём. Вот. Это блюдо очень простое и вкусное. Тортик из кабачков. Вот. В общем, красивый очень. Рассказывай, как дела. Пекутся блины и приправы там. Майонез с чесноком, сыр тёртый немножко. Морковочка с луком жареная. Слои перекладываются и получается очень красиво. Эти женщины не только умелые хозяйки, но и выносливые спортсменки, талантливые мастерицы и прекрасные вокалистки. Потому ни одна такая встреча не обходится без песен. Душевных, застольных. Песня пусть начинается, до небес поднимается. Светом пусть наполняется, как заря. Посидим по-хорошему, пусть риски запорошены. На земле жили, прожили мы не зря. Посидим по-хорошему, пусть риски запорошены. На земле жили, прожили мы не зря. Редактор субтитров А.Семкин